МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые коммунальные тарифы заставят экономить. Умные дети мечтают осветить весь Бобруйск и построить машину времени. Вирковские цыгане приносят счастье сельчанам в обмен на сало и колбасу. И зимний паводок на Днепре впервые за сотню лет в Могилеве. Это все было днями. Я Ирина Акулович, здравствуйте. Новые тарифы на коммунальные услуги действуют в Беларуси с 1 января. В ближайшими днями мы получим жировки еще со старыми цифрами, ведь платить нужно за декабрь. А уже в следующем месяце счета потяжелеют в среднем на 5 долларов или на 9 рублей 70 копеек в расчете на стандартную двухкомнатную квартиру с тремя жильцами. Подробнее про новые тарифы нам рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облсполкома Сергей Вашкевич. Это водоснабжение повышено по порядку на 40%, канализация порядка 60%, техническое обслуживание жилищного фонда «Лифта» и электроэнергия порядка 10% и газоснабжение около 7%. Тарифы на капитальные ремонты на техническое обслуживание с 1 января не пересматривались. Плановое повышение тарифов на коммунальные услуги происходит в начале каждого года. Оно предусмотрено указом президента, который действует с конца 2013-го. Как известно, коммунальные тарифы стремятся к 100%, чтобы население оплачивало их полностью. Но пока возмещение затрат даже с учетом последнего повышения этого уровня не достигло. Государство льготирует потребление тепловой энергии. В межотопительный период он составляет 70%. С учетом того, что сейчас наиболее затратный механизм – это теплоснабжение, то порядка 50%. В областном управлении ЖКХ напоминают, что в Беларуси уже второй год действует система жилищных субсидий. Субсидию дают, если плата за коммунальные услуги составляет больше 20% в городе и 15% на селе от совокупного дохода семьи. В Могилевской области в прошлом году субсидии получило около 5000 человек. В центре городских информационных систем «Горячая неделя» – печать жировок. В них еще старые тарифы, но обновленные счета жильцы получат только в феврале. Повышение делает еще более актуальной проблему неплатежей. Долг по Могилевской области более 2 миллионов рублей. Четверть суммы – доля областного центра. Тенденция такова – долги возрастают в отопительный сезон. Хотя по законодательству у нас сроки платежа и так отнесены на 25 дней. То есть государство идет навстречу своему населению. И поэтому уже 25 дней можно найти возможности спланировать свой семейный бюджет так, чтобы заплатить вовремя коммунальные услуги. Ну и к тому же с учетом того, что тарифы дорожают, не надо забывать, что своевременная оплата – это экономия собственных средств. Потому что заплатил вовремя – пеня не начислится. Еще одна сторона проблемы – необходимость экономить. Этот дом на улице Мовчанского в областном центре – передовой в плане экономии всех ресурсов. В частности, данный дом оборудован распределителями тепла, которые позволяют людям экономить за тепловую энергию. Экономить так, как им комфортно для проживания. То есть человек, каждый может отрегулировать себе отопление, которое будет комфортно ему. И, соответственно, уменьшить оплату, которая в дальнейшем будет как раз отражена в жировах. Говорят, что если платить по теплощетчикам, экономия может составить до 30%. Так ли это, согласилась нам показать председатель товарищества собственников. Вот, обратите внимание, что у меня батареи закрыты, да, потому что целый день мы на работе. Зачем мне создавать некомфортные условия для растения, для самой себя, потому что, ну, будет жарко. Я приду и открою окно. Когда в конце отопительного сезона снимают показания счетчиков и присылают перерасчет, то оказывается, что у кого-то экономия, а у кого-то перерасход. Но в целом эти счета честные. Сколько потребил, столько заплатил. У меня получается, это месячная квартплата. А с учетом того, что на сегодняшний день повышаются тарифы, то с денежным выражением это будет еще больше. К сожалению, только 15 домов области платят по индивидуальным теплощетчикам. Это еще начало пути. Есть проблемы с оборудованием, а есть и с соседями. Ведь 70% жильцов должны согласиться платить именно по счетчикам. Но хозяйка этой квартиры имеет счетчики на все. Вода у нее просто так не бежит, и все светильники диодные. Экономить можно и нужно. Это наши деньги, потому что, как говорится, экономия идет с копейки. Кстати, экономичные светильники установлены и на лестничной клетке. Они зажигаются только в темное время суток под датчику движения. И это тоже экономия. Три десятка лет назад, когда рухнул железный занавес, и мы увидели, как живут люди на Западе, то счетчики и тотальная бытовая экономия – это то, что мы не понимали и даже над чем смеялись. Теперь уже не до смеха. Нужно учиться экономить на всем. Если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе. Эта фраза принадлежит одному из самых богатых людей современности – Биллу Гейтсу. Сегодня в сети совершают покупки, продают, оказывают и получают услуги. Интернет стал не просто глобальной информационной площадкой, а местом, в котором можно зарабатывать. И первыми в списке тех, кто стал извлекать прибыль, оказались ритейлы – сетевые магазины. К ним в онлайн, согласно последним статистическим данным, приходит и каждый десятый житель области. Вместе с интернет-покупателями и наш корреспондент Андрей Шуляк. Алло, здравствуйте. Перед собой ритейл поставил задачу – дать качественный сервис. Это широкий ассортимент товаров, оперативное обслуживание и быстрая доставка. Я считаю, что на третий год мы получили достойные результаты. Сегодня она знает, все видят наши машины, которые ездят по городу. И сегодня покупатель видит товар, который, наверное, широкий ассортимент товаров, которых, возможно, не найдет и в других магазинах. В магазине о ежедневном наплыве клиентов из интернета предпочитают не говорить. Это секрет и, в первую очередь, для конкурентов. Но за то время, которое наша съемочная группа провела в торговом зале и офисе компании, на сайт пришло несколько заказов. Директор сети говорит, что из-за более высокого среднего чека в интернет-магазине выручка не уступает ежедневной кассе в обычном супермаркете. Найти и не потерять клиентов. Про это в Могилеве говорили ведущие маркетологи Беларуси и местные бизнесмены. Представители крупнейшей площадки объявлений приводят цифры. 60% жителей страны совершает покупки в интернете. Мы очень за развитие малого и среднего бизнеса. Мы понимаем, что рано или поздно в Беларусь придет Амазон, придет Алиэкспресс и прочие глобальные игроки. Если вот эти предприниматели, которые пока опасаются выхода в онлайн, упустят этот момент, он будет упущен, скорее всего, навсегда. У нас здесь будет 2-3 глобальных площадки и огромное количество предпринимателей из других стран, которые будут торговать здесь своими товарами. Интернет-торговля – механизм, используя который, находить покупателей легче и дешевле, чем это делать через классические продажи. Чтобы занять эту нишу, Могилевскому бизнесу необходимо обучаться, считает бизнес-тренер Татьяна Чуяшова. И в первую очередь не боятся ломать старую систему, где большой штат сотрудников ищет одного клиента. Что такое бизнес-план, как прочитать емкость рынка. То есть здесь не нужно каких-то суперзнаний, но нас этим пренебрегают предприниматели. В результате 2 месяца, и все, я все потратила, все деньги, которые были заложены, и ничего не получается. Статистика говорит, что так называемые холодные звонки менеджера, когда просто звонят по базе и предлагают услуги и товары, стоят компании минимум в 5 раз дороже, чем поиск клиента через интернет. Потому что в сети есть возможность найти именно того человека, которому предложение будет интересно. Система ведет историю посещений, анализирует, что нравится, и в следующий раз предлагает вам нужное. Виртуальный рынок открыл новые возможности для ведения бизнеса. Для почти 15 тысяч организаций и предпринимателей области это должно быть интересно. Но пока большинство местного бизнеса все еще работает в оффлайне. Эти детки вполне могут построить свой наутилус. Вот посмотрите, в Бобруйском центре творчества детей и молодежи занимаются будущие ученые, изобретатели. Хотя, почему будущее? Восьмиклассники Тимофей Кочетков и Кирилл Анисимов уже сделали своими руками качер-бровином. Это такая разновидность генератора. И теперь мальчики мечтают построить его таким большим, чтобы осветить весь Бобруйск. А в Могилеве дети делают роботов и хотят изобрести машину времени. Если получится, первой пассажиркой станет наш корреспондент Наталья Ильинич. Она уже познакомилась и договорилась с 10-летним изобретателем. А что хочешь изобрести? Ну, не знаю. Машину времени, портал. Есть уже наброски, но не знаю, будет ли работать. Пока машина времени в проекте, ее потенциальный изобретатель Андрей Серяков совершенствует робота. Точнее, руку помощника. Я особо не люблю по инструкции работать. Давно был как-то, попробовал сделать руку робота. Потому что я хотела своего домашнего робота построить. Ну, получилось сделать только руку, но рука заработала. Увлеченных робототехникой детей собрал у себя педагог Владимир Можейко. В его кружке школьники изобретают, собирают и тестируют роботов. Из последних собранных моделей – гиробой, который балансирует на двух колесах. Дети совсем другие. Они по-другому смотрят на мир. Если взять пример, дать ребенку, трехлетнему, мобильный телефон, буквально за полчаса он разбирается, куда, что там нажать, какие кнопки. В 21 веке сбылись предсказания фантастов. Школьники делают роботов, строят летательные аппараты, придумывают станки и приборы. В Бобруйском центре творчества два подростка собрали качер. Генератор, от которого можно зажигать лампы, как меч джедаев из «Звездных войн». Я сразу начал мотать трубку, взял трансформатор от компьютерного блока питания. Размотал его и там тоненькую проволоку наматывал на катушку. Вот это все ты сам мотал? Да, это около дня занимает. Да, если порвется проволока, нужно начинать все сначала. Кстати, у Тимофея простые родители. Мама работает на кушкомбинате, папа – сторож. А вот сын – последователь Теслы. Когда мальчишки увлечены техникой, это понятно. А вот почему к механизмам тянет девочек? Бобруйчанка Катя Сухаренко вместе с педагогом из медицинских шприцев и систем собрала экскаватор. Потому что хотела показать младшему брату принцип работы техники. А Максим Калинин из подручных средств сделал шлифовальный станок. Из досок и шкафов сделан моторчик нашли в сарае. А шлифовальную часть просто взяли палочку, отшлифовали ее, сделали круглой и наклеили наждачку. Специалисты говорят, отсутствие идейных границ у детей порой рождает вещи, придумать которые взрослые просто не в силах. Так 18-летний Блэс Паскаль в 16 веке изобрел калькулятор. Однако сначала эта новинка под именем Паскалина никого не заинтересовала. И первый в истории калькулятор вынужден был еще 300 лет пролежать на полке. 15-летний гениальный американец по имени Джек Андрака 6 лет назад придумал, как быстро и бюджетно определить начальную стадию рака поджелудочной железы. Он изобрел прибор, который в течение 5 минут определяет наличие или отсутствие болезни. Изобретение оказалось в 168 раз точнее своих аналогов. Способность изобретать, по словам психологов, не талант. Этим свойством наделен каждый ребенок. Ребенок изучает все. Он смотрит, нюхает, лижет, рассматривает. Он весь везде. Он весь в изобретении. Ежегодно в мире более 500 тысяч детей и подростков изобретают разные устройства и игры. Создают технику и делают роботов для себя и для всех людей. Январь открывает дыри года. Мы строим планы. Сделать, заработать, увидеть. Наконец, заняться спортом. И главное, после праздников не отказаться от намеченного. И здесь мы вспомним британскую писательницу Дафну Дюмарье. Ее роман Ребекка в сотне лучших детективов 20-го столетия. Рассказ птицы, экранизированный Хичкоком, может и сейчас вызвать боязнь пернатых. Муж Дафны военный, три дочери, запутанная личная жизнь. Факты ее биографии до сих пор рождают споры в английском обществе. Писательница считала, что счастье – это не приз, который получаешь в награду, а состояние души, к которому стремишься. И не забывая о планах на год, вспомним такие слова Дафны Дюмарье. Будущее начинается сегодня. Это дар, который вручают нам каждое утро. В этом выпуске программы днями. Плюс 5 долларов к жировке. Типовая двухкомнатная квартира с тремя проживающими в отопительный период будет стоить порядка 97 рублей. Стремительная виртуализация рынка. 60% аудитории белорусской, она уже покупает, совершает покупки в интернете. Легенды и мифы Красной Церкви. Хочете верьте, хотите нет. А вы верите? Я вообще, что связано с этой церковью, верю почти все. Юные фанаты Тесла из Бобруйска. Я сразу понял, что это катушка Тесла, решил сделать попроще, качер Бройна. Ну и получилось. Вирковцы ждут в гости цыган. Зимний паводок на Днепре. Конечно же, глаз радуется, глядя на такое зеркальное отражение. Сегодня еще и солнышко, при этом прекрасная погода, прекрасная вода. Смотрите нас в эфире и в интернете. Кажется, наши съемочные группы давно объездили всю Могилевскую область. И мы все знаем про родной край. И ничем нас особенно не удивить. А вот же удивили. И поразили загадки и легенды, связанные с Красной Церковью, в деревне Малая Шарипа Горецкого района. Тут и пропавшие сокровища, и подземные ходы, как будто в приключенческом романе. Красная Церковь, построенная в начале 20 века, уже в руинах. Но по-прежнему люди считают пригорок, на котором она стоит, самым загадочным местом в Горецком районе. Почему, узнавала Илона Иванова. Буквально несколько километров от Горецкого агрогородка Сова и мы в Малых Шарипах. Небольшая деревенька, где всего три десятка жилых домов вместе с дачами, тем не менее, известна в округе. Красная Церковь – главная малышарипская достопримечательность, окутанная тайнами, неразгаданными до сих пор. Мы не знаем, до сих пор не можем документально подтвердить факт ее строительства. Версия о том, что ее построил местный помешник за свои средства, не выдерживает критики. Потому что малышарипское имение с конца XIX века было заложено как убыточное в Могилевской казенной палате. И реально у местного помешника не было средств построить такое капитальное сооружение, которое требует значительных капиталоналожений. О церкви могли рассказать историку только немногочисленные старожилы. Теперь их рассказы, правда, не очень охотно пересказывают нынешние жители малышарип. Строивая я какие-то посторонний человек, типа, ну, его деньги это все делалось. Стоит церковь на берегу реки Пневка, притока Прони. Пригорок это с давних времен называется городищем. И археологи находили там свидетельства жизни людей с бронзового века. Здесь, говорят, сначала была деревянная церковь, потом каменная. При советской власти церковь закрыли, кресты сбросили воинственные безбожники. Иконы утварь вроде бы отвезли в горки и могилев. А по некоторым сведениям монахи через подземный ход их куда-то вынесли. Вот, потом долго народ искал, раскапывал этот подземный ход, искали эти утвари, так и не нашли. В церкви хранили зерно и складывали лен, а вечером молодежь устраивала танцы. Здание имело два купола, один из которых повредили войну. После войны здесь был склад удобрений, и только уже в конце 60-х годов прошлого века здания сняли с баланса местного колхоза. Внутри, даже на свежевыпавшем снегу, есть тропинка внутрь. Люди здесь ходят. А еще в старом саду у Красной церкви есть вот такая нарядная яблоня. Говорят, те, кто считают это место с особенной энергетикой, вяжут ленточки желаний на дерево. Мол, на счастье. В общем, наверное, не зря про здешние места ходят всякие легенды. И когда мы не спустимся ниже к реке, там будет место, которое называется Чёртово коло. Как говорили нам наши старушки, это такое было темное, вытоптанное место, где ничто никогда не росло. Так вот, с этим Чёртовым колом связана такая легенда. Жил в деревне мужчина по имени Апанас. И пошел к своему родственнику, деревню Большие Шарипы, на какую-то там беседу. И хорошо выпил, возвращался обратно. Но в деревню он не вернулся. Пропал. Но через пять лет он вернулся. И ему люди спрашивают, где ты был? Он говорит, как, где был? Ходил, с деревни шел в Большие Шарипы, вот только что пришел. Ты, говорит, прошло пять лет с того времени, как ты ходил. Все люди решили, что его черти водили по полю целых пять лет. Как вы чувствуете себя возле этого здания? Болит сердце от того, что мы не можем, мы не можем спасти, вот это как наше беспамятство. Мы не можем спасти то, что нам осталось от истории. Мы как бы в стороне, остаемся от этого. А потом, как всегда, жалеем о том, что не успели. Очень жаль, что Красная Церковь, как и многие другие старинные здания и памятники архитектуры, разрушаются никому не нужное. На их консервацию и реставрацию не хватает средств. Вот и недавно в Мостиславле рухнула часть стены иезуитского костела, которое мы снимали прошлой весной и застали здание, которому более чем два с половиной века не просто в аварийном, а уже в плачевном состоянии. Что будет дальше с костелом, пока никто не знает. А сколько еще простоит величественный княжецкий костел? Список руин велик. А ведь за ними и наша история, и наша память, и культурное наследие. Как все это сохранить? Нет внятного ответа на этот сложный вопрос. Клишевская вёска Вирка у гэта соправдная глубинка и протезанский край. Тут амаль три сотни же хоров. Метаробки ладжиця, степлые, обачливые люди. Али есть таки день у годзи, и гэта щедры вечер 13-го студеня, кали вирковские господары радостно отчиняют свои дверы навод цыганам. Страдавний калядный абрат под назвой цыгане отродили у вёсцы. И вероятно, что он отримает статус нематериальной культурной спадшины Беларуси. А у самим Виркови спрадзеку лечили, кали зайшли калядовщики у твою хату. Будет там счастье и удача. Мы собираемся веншовать разных людей, жахару наши вёски. Будем ходить по ожиданиям ждать. Веншовать со святом с калядами, бакалядыш теперь. Треба ходить веншовать по хатах. Вечер в улице Лихтар. И той час, калей по стародавней вирковской традиции повёзцы ходят весёлые цыгане. Все готовы? Все на месте. А брат цыгане отродили у Виркови некольких годов тому. И теперь снова каждый хочет отримать кавалок цыганского счастья. А где механоша? Он погонит и выпустит. Вот, и свисток чуть. Цыган и цыганка, пан и паненка – молодые и молодая, да и еще механоша для сбора подарунков. На самом речь, это выховательница детского садка, продавец крамок, паштальон и работница мясцовой сельской господарки. И всем им интересно пронуться студенским вечером цыганами и щадровать. Песня, которую спевают цыгане, вельми старая. Словы даяе записали у старожилу, якие так само в давние часы находили цыганами. Как говорят наши люди, хай вам, господобы, будут наши жарты, песни. А без песни жить не емко, хоть ты треснем. Господинка. Важная часть деи – ворожба добрым господиням правду и а ничего, кроме правды. И господар у тебя хороший. Ты будешь весь год жить у им в згоде. Здоровья тебе и счастья у твоих отцов. За такие добрые прогнозы на Новый год гостей частуют разными присмаками. Чтобы у каждого на столе была вот такая торба. Каждому празднику. Чтобы не знали горы, ни беды. Как вядомо, за нашим худкосным часом никто не любит додатковых клопотов и так само выдатков. Однако у Виркови цыганов щиро витают. Не пришли цыгане плохо. Да, обижались, что это значит не принесли удачи. И в следующем году, ну, обижались в общем. У сферы культуры Кличовщины личать. Каштонность обрадов в том, что им берут в дело люди разных профессий и взрослых. И робят они это не с обовязкой, а потому что хочется и подобается. Она, собственно, определяет картину, общую картину позитивного, скажем так, восприятия губинки, белорусской губинки с ее бытом, с ее кухней, с ее традициями. Наверное, нам это нужно. Нам всем, чтобы для настроения, чтобы не жить уныло очень. Хотя бы раз в году, чтобы было настроение. Деткам здоровья, учим людям здоровья. Прыбыли побольше. Ну, и капуще вялощая. И я надеюсь, что мы передадим этот обрат нашим же детям. И они тоже будут ходить вот такими вот цыганами. И будут радовать весь народ. И приносить счастье в дом. Через серых дней прорыв солнца случился в прошлый понедельник. В этот день мы как раз выяснили, что зимний паводок на реках Могилевской области – явление невиданное. Нидрологические наблюдения на Днепре в областном центре ведутся с 1876 года. Но никто не помнит, чтобы уровень реки в январе так поднялся. Более чем на полтора метра. В общем, чуден Днепр, но не при тихой погоде, как писал Гоголь. Солнечно, ветрено, холодно, но красиво на реке в нашей цветной пятнице. Солнечно, ветрено, холодно, но красиво на реках Могилевской области. Солнечно, ветрено, холодно, но красиво на реках Могилевской области. Солнечно, ветрено, холодно, но красиво на реках Могилевской области. И напоследок о весне. Минула только половина зимы, но в Могилевском драматическом театре настроение уже почти весеннее. Потому что здесь полным ходом идет подготовка к форуму «МартКонтакт». Театральная неделя в конце марта – это 350 гостей из 9 стран. 22 театра, 23 спектакля. Давайте я просто назову имена. Литовский режиссер Эймонтос Некрошис, российские актеры Юлия Рудберг и Андрей Ильин, театральный режиссер и педагог Геннадий Тростенецкий и, может быть, даже Сергей Безруков. В общем, билеты на спектакли «МартКонтакта» продаются с 18 января. Цена от 4 до 35 рублей. Купить можно даже по интернету. А в мае, кстати, Могилевскому театру исполняется 130 лет. Так что театральная весна в этом году будет юбилейной. Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире.